Достигай Израиль и весь мир Возлюбленные, мы получаем свидетельство о том, как Бог прикасается и меняет жизни людей через наше служение. Я молюсь о том, чтобы сегодня Бог преобразил вашу жизнь. Пусть Бог благословит вас и шалом, возлюбленные. С вами Равин Шнайдер. Я рад снова быть с вами на этом важном выпуске нашей передачи. Сегодня я продолжу послание, которое назвал «Исайя» и «Мессианские пророчества». Это четвертая часть цикла. Советую вам посмотреть другие выпуски. То, о чем я учил в этом цикле, редко проповедуется. Мы подробно рассматриваем еврейские писания, чтобы понять природу мессианских стихов. Мы говорили о том, как Бог совершил нечто сверхъестественное через Израиль, явив искупителя через них, чтобы принести свою милость и любовь всему миру. Мы показывали, как Бог говорил об этом в еврейской Библии. Это пророчество настолько незаметное, что его можно упустить, если только Иисус не откроет умы для понимания его. Мы искали такие стихи в книге Исаии. На прошлой неделе мы начали рассматривать некоторые мессианские стихи у Исаии. И сейчас мы продолжим рассматривать то, что начали на прошлой неделе. Когда мы начали это учение по Исаии, я показал вам, что он говорил о рождении Мессии, когда сказал «Вот Дева во чреве примет и родит сына». Это знамение. Мы говорили о том, как Матфей цитировал этот фрагмент, чтобы показать, что Иисус был тем, о ком говорил Исаия. Мы также увидели, что Исаия говорил, что служение Мессии в основном будет не в Иерусалиме, а в Галилее. Матфей цитирует его, чтобы показать, что Иисус и есть долгожданный Мессия. Его служение проходило в основном не в Иерусалиме, а в Галилее. После этого мы видим, что Исаия говорил о том, что случится на земле, когда Мессия начнет использовать всю свою власть. Он принесет мессианский век, когда волка и гненок будут лежать вместе, когда никого не будут ранить, когда животные больше не будут охотиться друг на друга, когда земля будет покрыта Духом Божьим, как сейчас ее покрывают воды. Мы рассматривали все эти стихи на прошлой неделе, а сегодня мы продолжим рассматривать книгу Исаии. Мы рассмотрим четыре песни-слуги. Изучая книгу Исаии, в поиске мессианских стихов ученые нашли четыре конкретные песни, которые рассказывают о служении Мессии. Для того, чтобы понять, что Исаия говорит об Иисусе, нам нужно божественное откровение. Вот почему Иисусу, как я и объяснял, в Евангелии от Луки, 24 главе, нужно было открыть умы апостолов, чтобы они поняли, как пророки писали о нем. Пока Иисус не открыл их умы к пониманию Писания, пока они не получили откровение о том, что все Писания указывают на Него, они не видели мессианских мест. Но когда Иисус открыл им умы, их осенило, они увидели, как пророки говорили, начиная с Моисея и далее, рождении, смерти и воскресении Царя Иисуса. И после всего сказанного, я хочу прочитать вам 24 главу, 25, 26, 27 стихи, а затем далее 45 и 46 стихи. Это поможет нам лучше понять четыре песни слуги в книге Исаии. Иисус сказал им, своим ученикам, о несмысленной, и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Эти четыре песни слуги, которые я покажу вам, открывают нам служение, смерть, страдания, воскресение и прославление Царя Иисуса. Сегодня мы начнем с первой песни слуги. Это Исаия, 42 глава. С первого по девятый стих. Кстати, если вы введете в поиски песни слуги в Исаии, вы найдете то, о чем я говорю. Это не какой-то термин, который придумал я сам. Он существует уже сотни лет. Это явные мессианские фрагменты в записанном Слове Божьем у Исаии. Первая песнь слуги. Исаия говорит, «Вот». Господь говорит через него, «Вот, отрок мой, или слуга мой, которого я держу». Это песнь слуги, потому что Иисус – слуга Господень. Иисус сказал, «Я не пришел, чтобы исполнять свою волю, но волю пославшего Меня». Он сказал, «Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы самому послужиться». Иисус сказал, «Кто из вас больший, пусть будет слугою». «Вот, отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, тросте надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит». Давайте рассматривать по стиху за один раз. Мне кажется, что если я прочитаю все сразу, мы упустим многое. Начнем сначала. Господь говорит, что положит дух свой на него. Если вы помните, Иисус пришел в синагогу и сказал, «Дух Господень на мне». И после этого он начал говорить о своем служении, чтобы нести исцеление, нести восстановление, освободить пленников, отпустить измученных на свободу. Сам Иисус провозглашает слова из Исаии, показывая, что тот говорил о нем. И мы видим это здесь. На его слуге был дух отца. «Господь говорит здесь, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Нево запьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленные не переломят, и льна курящегося не угасит». Это говорит о нежной природе Иисуса. «Ешуа настолько чувствителен к людям, что не будет давиться. Он не будет проходить по всем подряд, как плуг. Он настолько чувствителен, что не повреждает уязвимых. Но он не приходит, чтобы явиться так. А далее мы читаем, «Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда». Иисус преуспеет в этом. В конце Евангелия от Матфея мы читаем, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Он говорит, «Я построю церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Исаия говорит, что этот слуга, Мессия, которому Бог дал свой дух, будет успешен. Он не остановится, пока не установит справедливость на земле. Сегодня мы смотрим по сторонам и спрашиваем, будет ли на земле справедливость. Она будет, потому что Бог, Который справедлив, жив, Он не будет вечно терпеть нечастие. Наступит день, когда Он вернется и использует свою власть. Царь Иисус, Мессия, вернется с армиями небес. Он разрушит силы тьмы и установит свое правление в мире. Это и есть мессианский век. Сказано, «И на закон Его будут уповать острова». Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. «Я Господь призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Это очень важно. Мессия пришел не только ради иудеев. Мессия должен был стать Божьим каналом благословений, Божьим светом всему миру. Павел задает вопрос, является ли Бог только Богом иудеев? Нет. Он Бог всего мира. Он Бог язычников и иудеев. Но через Иудеев, через Мессию, благодать Божия пришла в мир. И в этой песне слуги «Господь через Исаию говорит, что Мессия будет светом и не только для Израиля, но и для язычников всех народов, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения». Я видел, как в Уганде Бог открыл глаза женщины, которая была полностью слепой 15 лет. Она не видела меня, не видела толпу, вообще ничего. А потом я увидел, как Бог открыл глаза этой слепой женщины. Теперь она видит. Она счастлива. Ей больше не нужно идти куда-то, чтобы просить милосты. Теперь она может сама позаботиться о себе. Но разве это не чудо? Вот что Бог творения делает для тех, кто приходит к Нему через Мессию Иисуса. Но Господь говорит не только о том, чтобы открыть глаза вот так, вот телесно, но и духовно, чтобы мы все прозрели. Это не конец. Мы читаем дальше первую песню слуги у Исаии, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме, и с темницей. Я хочу спросить вас, может ли кто-то из вас сказать, что, когда к вам пришел Иисус, вы были в темнице? Вот я был. Я был в ловушке страха, неуверенности, обман. Я был в оковах врага 40 лет назад, в 1979 году. Но когда ко мне пришел Иисус, Он освободил меня. Мне предстоял долгий путь, как и многим из вас. Я шел к совершенной полноте и свободе. Но я намного дальше продвинулся со Христом, чем до того, как узнал Его. Вера в Иисуса действительно работает. Во имя Господа Иисуса, исцелись, женщина. Пожалуйста, поднимите эту женщину. Еще одно мощное освобождение от демонического влияния произошло с одной женщиной, из которой начали выходить бесы, когда я проповедовал Слово Божие. Я применил власть против бесов той женщине, но чтобы эта женщина обрела полную свободу, ей самой нужно было исповедовать власть над демонами во имя Иисуса. Мы начали работать с ней, но она не исповедовала, что имеет власть над бесами, которые вторглись в ее пространство. Над бесами? Скажи над бесами. Говори над бесами. Во имя Иисуса скажи это. Не молчи, провозгласи это вслух. В итоге, после множества попыток, нам удалось помочь этой женщине сделать шаг веры, взять власть над бесами во имя Господа Иисуса. И когда она исповедала, что имеет власть, потому что Иисус ее Господь, то в тот же момент она получила освобождение. Иисус Христос, это мой Господь, и теперь в тебе живет Иисус. Скажи, я имею власть и имею силу над всякими бесами. Если у вас есть свидетельства о том, как Господь использовал нашу передачу, чтобы изменить вашу жизнь, мы предлагаем вам поделиться им. Заходите на наш сайт и нажимайте на вкладку «Свидетельства», чтобы поделиться своей историей. Всю жизнь я был колдуном. Я стал им из-за насилия в семье. Я устал от этого и убежал из дома. Я начал употреблять алкоголь и наркотики, расплачивался за это интимными услугами. Я жил так 32 года. А три года назад я отдал свою жизнь Иисусу Христу, и это случилось благодаря вам. Возлюбленные, благодаря вашим молитвам и финансовой поддержке тысячи жизней меняются по всему миру. Поддерживая нас, вы становитесь партнером Бога в создании Его вечного царства. Спасибо вам. Пусть Господь и зальет в вашу жизнь, когда вы сотрудничаете с нами. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» выходит специально для вас. Давайте продолжим. Чтобы узников вывести из заключения, сидящих во тьме и стемнице, «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей стуканам». А вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Когда Иисус дал вечерю Господню, причастие, во время пасхальной вечери, то поднял чашу с вином и сказал, «Это кровь Завета». О каком Завете он говорил? Он говорил о новом Завете в его крови. Бог дает нечто новое через Мессию Иисусом. Песнь «Слуги», которую мы рассматриваем, говорит о пришествии Мессии. А когда Мессия придет, он сотворит нечто новое. На самом деле, в Мессии каждый день новый, потому что каждый день он творит нечто новое в нашей жизни. Это постоянное обновление жизни. Об этом и есть суть жизни в избытке. Мы приняли Дух Божий. Его Дух, находящийся в нас, постоянно исходит из нас, давая нам новую жизнь. Бог всегда обновляется. Когда мы с вами были детьми, все было таким захватывающим. Вспомните, как мы впервые начали исследовать природу. Когда мы начали взрослеть, мы также столкнулись со множеством нового. Мир был таким новым и удивительным. Когда нам исполнялось 12, 13, 14, 15, 16, 17 лет, каждое лето было бесконечным, потому что мы быстро взрослели. И все было для нас в новинку. Но с возрастом людей возникает другое отношение. Они говорят, «Я уже бывал там, уже делал это». Для них все становится старым. Но жизнь в Мессии Иисусе всегда несет в себе что-то новое. Бог всегда делает больше. Я знаю, что наша жизнь — это путь и поле битвы. Не знаю, как вы, но моя жизнь — ежедневная битва. А знаете почему? Я живу в зоне боевых действий. На самом деле все мы живем в зоне боевых действий. Павел говорит, что мы воюем не против крови и плоти, но против начальств, властей, сил, духовной тьмы. Я не понимаю людей, которые всегда веселятся и улыбаются. Я нахожусь в состоянии войны. Мне нужно двигаться вперед. Часто я просто ставлю одну ногу за другой, двигаясь постепенно вперед. Знаете, Бог постоянно работает во мне и через меня, создавая нечто новое. Он делает это для всех своих детей, которые верны Ему, и продолжают идти вперед. Бог сотворил нечто новое в Мессии Иисуса. В том, кто принял Мессию Иисуса, Бог всегда творит нечто новое. Господь говорит в конце, «И новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет». Я возвещу вам. Здесь Он снова говорит о служении Мессии. Иисус говорил о многом. Он сказал иудеям, «Видите храм? На нем не останется камня на камне, потому что вы не узнали время посещения вашего». Сам Мессия провозглашает то, что должно случиться, до того, как это случится. Мы рассмотрели песнь «Слуги номер один» у Исаия, а теперь давайте посмотрим на вторую песнь «Слуги». рассмотрим 49 главу с 1 по 13 стих. Вот оно, Слово Божие. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние». Это интересно. Снова Бог обращается не только к иудеям, но и к людям, которые живут далеко, к язычникам, потому что Мессия пришел ради всех людей. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние». Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое. «И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, «Ты раб мой, Израиль». Или слуга, «Не забывайте, что Иисус – божественный глава Израиля. Он – престол Израиля, через который Божие благословения придут в этот мир». Я говорил об этом в предыдущих выпусках нашего цикла, и сказал мне, «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». А я сказал, «Напрасно я трудился, ни во что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего». Это говорит о том, когда Иешуа был на кресте. Он потерял присутствие отца. Он сказал, «Отче, почему ты оставил меня?» На мгновение он ощутил отделение от Бога. Но Иешуа сказал, «Я знаю, что ты мой Бог, и ты наградишь меня». И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. «Я почтен в очах Господа, Бог мой, сила моя». И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим, для восстановления колен Иаковлю, и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Это служение Мессии, спасение всему миру. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов, цари увидят и встанут. Он говорит об Иисусе, и Иисус был отвергнут, пренебрегаем. Но Бог говорит о Своем слуге Иисусе, которого отверг Израиль. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь. Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. Все обетования Божьи да и аминь во Иисусе. Сказать узникам, выходите. И тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажиться их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнцем. Ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. А вот одни придут издалека, «И вот одни от севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь, небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости. Ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Церковь – все это мессианские стихи, которые исполнились в мессии Иисусе. Слово Божие укоренено с самого начала. На самом деле, первая глава Нового Завета, первая глава Матфея, начинается с генеалогии Иисуса, которая берет свое начало от Авраама и бытия. И когда вы начнете больше понимать связь между Новым и Ветхим Заветом, ваша вера укрепится, и вы будете благословенны. С вами был Равин Шнайдер. Шалом! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Ле-Ха-Шалом! Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиль, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вы шлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство — вдохновить других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Сегодняшний выпуск завершает цикл «Исайя и мессианские пророчества», сезон первый. Если вам понравился этот цикл и вы хотите приобрести экземпляр, заходите на наш сайт или звоните. Я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю Землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Но как же мы отвечаем Богу взаимностью? Мы каждый день ставим Его на первое место в своей жизни. Мы следим за своими мыслями, осознанно фокусируемся на правильных вещах, следим за своими словами и за тем, что мы смотрим по телевизору. Все это важно для Бога, включая также и наши финансы. Вот почему на протяжении всей Библии мы видим, как люди, любящие Бога, почитали Его своими финансами, начиная с Авраама. Если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру, который вы видите на экране. И помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Телепередача «Равина Шнайдера. Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Субтитры создавал DimaTorzok